Доброе утро! Я сегодня собираюсь домой. Вчера я напекла сырников. Мы в 12 ночи с мамой пекли блины. Сырники – это блинчики с мясом, а это блинчики, просто обычные блинчики. А ещё мне мамосик, я вам сейчас скажу, она с утра мне принесла вот такие вкусняшки. Посмотрите, вот, посмотрите. Вот, смотрите, это клубничка, представляете? Вот клубничка, и сейчас я вам ещё её покажу. Мам, только пока ничего не берите со стола. И ежевика, с малинкой даже. С малинкой? Нифига себе, с малинкой. А ты где это, на это, на дыбула? Себе чуть-чуть. А там есть, кстати, там, да, там можно, если полить её, там, я видела, малину ещё можно собрать. Так это же многоразовая, она до самой заморозков будет. Ну, сегодня полью шлангки. Вот, и у меня ещё родился идея на короткий ролик. Так, ладно, всё, выключаемся. Так, девчоночки, я же говорила вам, что я уезжаю. Чё у меня здесь закончилось, пока я была? У нас вот такие вот, ну, по-моему, закончились увлажняющие. Есть шампуни, были бальзамы для волос. Ну, я просто не знаю, сейчас они есть или нет. У нас, ну, я как-то что-то, не знаю, вроде бы недавно заказ делала, но как-то не акцентировала внимание, потому что я больше всё равно смотрю на новинки. Не знаю, исчезла или нет, но очень хорошая линейка такая достаточно была. Вот такие вот сейчас гельки у нас для душа есть. Очень классные девчонки. В этом каталоге они по 129 рублей. И да, если вы не зарегистрированы, я ссылку всегда оставляю внизу в инфобоксе к этому видео. Можете перейти, зарегистрироваться, у вас скидка будет до 26%. Распространять не обязательно, вы можете просто заказывать для себя. И эти парфюмерные гели для душа у нас, знаете, в основном все гельки. Это там со вкусом фруктов, там с запахом фруктовые, ягодные, ну, такие вот, знаете. А мне вот хочется вот что-то парфюмированного такого в последнее время. И вот отлично выручают вот такие вот гели для душа. И вроде бы вы можете купить, попробовать, подойдет вам этот запах или нет. Может быть, потом соблазнитесь на туалетную водичку, да, на парфюмированную водичку. Причем у нас парфюмированная вода, девчонки, стоит очень-очень дешево. По сравнению с ценами в Эльдоботе, где там ценник вообще конский сейчас, там по 10-15 тысяч рублей. Наши, не то чтобы ничуть не хуже, то есть, и опять же, вот мы перепробовали. Мы когда с мужем были в последний раз в Эльдоботе, мы перепробовали огромное количество. Чтобы мы так не могли подобрать свой аромат. Вот, я бы не сказала, что он как-то богаче чувствуется, чем наша вода за 600 рублей. Вот правда, вот честное слово. Либо не нашли свой аромат, но все, что я пробовала, мне вот казалось... Ну, слушайте, у нас такая вода есть, туалетная там парфюмированная, фаберлик. Смысл переплачивать. Вот, и у нас вот есть гельки, то есть, у нас есть вот такая вот вода, была интемпорель, и к нему был гель. То есть, вы можете, допустим, продлить запах туалетной воды, да, на себе оставить аромат туалетной воды, чтобы он у вас оставался после геля для душа. Потом наносите, например, там, наносите парфюм, да, одноимённый. И либо, допустим, там вечером принимаете душ, у вас запах этот сохраняется. Я вот набрала себе целых три аромата. Можете себе представить гелик для душа, пока не по акции, по 129 рублей. Окей, и, девчонки, я разговаривала с нутрициологом, она же по совместительству врач. Она сказала, что люди, которые проживают в городах, им с 30 лет уже нужно принимать дополнительный источник йода. Я перед применением скажу, проконсультируйтесь с врачом, потому что у кого-то гипертариоз, насколько я знаю, есть, вот и так далее. Келп. Многие посмотрят и подумают, ну что это за ерунда такая келп, даже немногие поймут. Вот, это, оказывается, источник йода, причём в очень хорошей форме. Аналоги на iHerb сейчас стоят гораздо дороже. Ну, с iHerb вообще, в принципе, в Россию невозможна доставка. Но я вот смотрела, можно заказать те же препараты, которые вы ранее заказывали на iHerb, на Valberis и на зоне. Ценник у них огромный, то есть там цену увеличили в 5-6 раз. И я видела йод, он стоил, по-моему, 1500 рублей, наш же гораздо дешевле получается. То есть, обратите внимание, келп – это источник йода. Вот, 60 здесь капсул и здесь 150 миллиграмм. Йода, именно такая дозировка, то есть это хорошая дозировка. Именно в такой дозировке можно встретить препараты на Valberis, на озоне. Вот с этой нормальной дозировкой. То есть она не какая-то кукольная такая, ну, смешная, терапевтическая. Она такая хорошая, нормальная. Вот. И вот опять же с нутрициологом разговаривала. Она говорит, людям, проживающим в городах, обязательно нужно дополнительно принимать йод. А йод – это кайло. Имейте в виду. Потому что, ну, там он участвует во многих процессах. Как изучу подробно этот вопрос, мне просто для определенных целей она прописала. Но она сказала всем, нужно периодически его принимать. Так вот, мы пришли на речку. Сегодня на медведицу. Ой, на медведицу, господи, на Волгу. Здесь вода теплее гораздо, чем у родителей. Наверное, раза в два теплее. Не хочет теплая вода. Сегодня последний день теплый будет. А вот дедулечка наш там где-то купается. Он куда-то ушел, но, по крайней мере, пришел. Все, как всегда. Трактор уже обратно уехал. Все на месте. Все и все на месте. Красиво, хорошо. Так вот бумажки летят. Вот, дедуля наша делает зарядку, разумеет. И великолепный чакр. Отлетела, главное, чтобы... О, я уж сейчас приготовилась снимать. Готовилась снимать уже. Солнышко уже садится. Почти люди не хотят расходиться. Видно, это люди остались те, которые в курсе, что завтра будет похолодание. И они такие, последние теплые деньки застанем. Ой, это что ж такое, когда начинаю вас снимать, он ничего не делает. Тут наш любимый дед. С завтрашнего дня мы уже его не увидим. Он имени-то станет сюда и... Под названием нунчака, да? Нунчака. Дед нунчака. Я вот что думаю. Может, он и осенью сюда ходит. И до скольки он сюда обычно приходит? Он приходит, сколько здесь по времени находится. Почему он ходит именно в это место, на этот пляж? В одно и то же место. Место встречи, извини, нельзя. Классно, да? Прикольно, да. Это сессия устраивает, скажем, все. Для красивых фоток. Для севиного, сакала. И с закатом. То есть вот сейчас закат будет, вообще круто будет. Смотри, мне бы старше саду. Сейчас будет просто красивый закат. Да.